всем привет дорогие друзья с вами лукьянов артем и сайт videosmile.ru в сегодняшнем уроке мы с вами научимся стилизовать нашу композицию нашу анимацию вот под такой вот вязаный эффект давайте посмотрим что мы получим в результате данного урока вот такая вот довольно таки простая но при этом очень классная композиция которая весьма актуальна в преддверии новогодних праздников вы можете создать подобную композицию только с каким-нибудь новогодним мотивом и при помощи нее поздравить всех ваших родных и близких это будет конечно же очень очень круто также хочу отметить что подобный вязаный эффект стал весьма популярен в последнее время по крайней мере лично мне стали все чаще встречаться подобные проекты в интернете и в подтверждение этого хочу вам сказать что сегодня 23 декабря в день записи этого урока всем нам хорошо известный и всеми нами любимый эндрю крамер выложил на своем блоге вот такой вот проект и что мы здесь видим тоже вязаная анимация да его результат немного отличается от того который мы получим в сегодняшнем уроке но тоже очень классный проект и конечно же я вам советую обратить на него внимание а сегодняшний наш урок он основан на работе замечательного мошен дизайнера джейка барлета и первоначально я не планировал записывать видео урок я думал написать небольшой пост в нашем сообществе вконтакте и расписать в нем как получить подобный вязаный эффект но затем подумал а почему бы мне не записать заключительный видео урок в этом году и заодно у меня будет возможность поздравить всех наших зрителей подписчиков с наступающими праздниками поэтому друзья я от лица всей нашей дружной команды видео смайл поздравляю вас с наступающим новым годом я желаю вам вашим родным и всем вашим близким в первую очередь конечно же здоровья счастья и всего самого наилучшего окей теперь давайте приступим к нашему уроку в первую очередь я создам новый проект а также хотелось бы отметить что если вдруг в ходе данного урока у вас возникнут какие-либо проблемы то вы всегда можете зайти на наш сайт видео смайл точка ру и скачать там готовый проект и так я создаю новый проект идем файл new new project и сразу же создаю новую композицию composition new composition так давайте назовем эту композицию main выберем пресет hdv hdtv 720 29 кадров в секунду длительность композиции выставим 6 секунд и нажмем на кнопку ok отлично теперь давайте сразу же создадим фон идем layer new solid назовем этот слой биджи от это сокращение от слова background выберем какой-нибудь вот такой вот темное синий цвет нажмем ok и еще раз ok теперь нам нужна какая-нибудь анимация в принципе не обязательно должна быть анимация вы просто здесь можете написать допустим с новым годом и тоже на примере этой композиции далее работать над созданием вязаного эффекта но я в этом уроке буду использовать вот такую вот анимацию и я думаю многие из вас ее узнали это анимация из урока который называется анимация винтажного логотипа в after effects это урок миша бычкова одного из наших авторов и если вас заинтересовал данный логотип а данная анимация то вы можете посмотреть эти видео уроки и вы самостоятельно научитесь создавать подобную анимацию вот я буду использовать ее поэтому я беру данную анимацию перекидываю на панель timeline располагаю здесь давайте я немного уменьшу масштаб этой композиции примерно до 60 процентов и все все наши исходные материалы готовы можем приступить к созданию вязаного эффекта и в первую очередь для этого мы создаем новый корректирующий слой идем layer new adjustment layer давайте назовем этот слой texture далее перейдем к панели effects and presets и найдем здесь эффект cc ball action а вот он берем его перекидываем на слой texture и вот такой вот результат вот такую текстуру мы получили в итоге давайте перейдем к параметру grid spacing и уменьшим его примерно до 3 отлично и теперь давайте уменьшим размер а вот этих сфер за это отвечает параметр ball size уменьшаем его примерно до ну пускай будет 52 отлично теперь нам нужно эту текстуру немного искривить за эту у нас отвечает параметр а точнее эффект wave warp переходим к панели effects and presets и находим здесь данный эффект wave warp вот перекидываем его сюда и вот такие вот волны мы получили в итоге чтобы сделать их немного более резкими и острыми давайте напротив параметра wave type выберем значение triangle так отлично если мы сейчас пробежимся по нашей композиции мы здесь увидим анимацию анимацию волн но анимация нам не нужно поэтому мы переходим к параметру wave speed и выставляем здесь значение 0 супер теперь нам нужно сделать следующее добиться следующего результата как вы видите сейчас на каждой стороне волны у нас расположена три с половиной окружности три с половиной шарика нам нужно таким образом изменить эти шарики эти окружности чтобы на каждой стороне волны располагался только один одна окружность и это можно сделать при помощи параметров wave height и wave width давайте уменьшим значение параметра wave width до 8 ага отлично и напротив параметра wave height выставим значение в 4 единицы так неплохо и следующим шагом нам нужно сделать так чтобы вот эти полученные овалы симметрично располагались друг относительно друга это можно сделать используя параметр face вот берем его немного изменяем значение данного параметра и выравниваем эти овалы ну вот примерно вот так вот и как вы видите довольно-таки интересный эффект уже мы получили к данному моменту в принципе сейчас можно перейти к параметру ball сайз и немного увеличить размер этих овалов давайте выставим здесь значение 60 единиц мы получили такой вот результат и важно отметить что если вы хотите повысить детализацию данного изображения то для этого вам нужно перейти к параметру grid spacing и уменьшить значение данного параметра допустим до двух но при этом также нужно подредактировать значение параметров wave height и wave wave но какие значения выставлять здесь все очень просто мы берем значение параметра grid spacing это два умножаем это значение на 2 и прибавляем еще две единицы то есть два умножаем на 2 это получается 4 прибавляем 2 единицы это получается 6 это значение мы выставляем напротив параметра wave wave пишем здесь 6 единиц теперь берем это значение 6 и делим на 2 получаем 3 это значение мы выставляем здесь 3 и вот такой вот отличный результат более детализированный мы получили но в принципе и со значением grid spacing 3 меня все устраивало поэтому я возвращаю первоначальные значения и можно идти дальше сейчас как вы видите вся наша текстура она выглядит так идеально идеально ровной нужно внести сюда небольшую рандомность это можно сделать очень просто при помощи параметра turbulent displace который создает такие некие волны волны по поверхности находим данный эффект turbulent displace вот он перетаскиваем на панель эффект controls эффект controls и в первую очередь давайте уменьшим степень искажений напротив параметра amount выставляем значение в 35 единиц так волны стали чуть поменьше ну и теперь давайте уменьшим размер волн совсем до такого маленького незначительного и напротив параметра size для этого выставляем значение в две единицы так вот что мы получили в итоге как вы видите в принципе изменения незначительные но они все-таки есть и это можно увидеть просто отключив эффект turbulent displace вот что было до и вот что мы получили после такой мы получили более рандомный более такой реалистичный эффект отлично идем далее давайте выберем все слои на панели таймлайна и выполним команду precompose команда precompose находится в самом низу вот этого списка выбираем ее кстати окошко precompose можно также вызвать при помощи сочетания клавиш control shift c давайте назовем как-нибудь эту композицию и нажмем на кнопку ok супер теперь давайте создадим какой-нибудь фон потому что сейчас наша вязаная композиция она находится на прозрачном фоне идем player new solid создаем новый сплошной слой давайте выберем цвет какой-нибудь потемнее темно-синий допустим если у вас здесь преобладает красный цвет то вы выбираете темно-красный если зеленый темно-зеленый ну то есть слойку вы поняли так выбираем примерно вот такого цвет нажимаем ok еще раз ok берем данный слой и перемещаем его под композицию base вот что у нас было до и вот что мы получили в итоге при необходимости вы можете выделить этот сплошной слой перейти layer solid settings и здесь в интерактивном режиме подредактировать этот цвет изменения вы сразу же будете видеть на панели composition так оставим примерно такого цвет и можно идти далее далее давайте добавим нашей текстуре еще больших искажений и для этого создаем черный сплошной слой идем layer new solid выбираем черный цвет нажимаем ok ok и так и создаем еще один сплошной слой но теперь белого цвета окей так теперь переходим к панели effect controls а точнее effects and presets и находим здесь переход под названием venation blinds вот он venation blinds находится в группе переходов transition берем его и перекидываем на верхний сплошной слой переходим к настройкам данного перехода напротив первого параметра выставляем значение в 50 процентов угол меняем на 90 градусов и толщину этих полос давайте немного уменьшим примерно до 10 единиц теперь нам эти полученные полосы нужно немного исказить и это мы сделаем при помощи уже знакомого нам эффекта wave warp находим данный эффект на панели effects and presets wave warp вот он берем перекидываем сюда и в первую очередь давайте перейдем к параметру wave type и изменим тип на noise вот он находится в самом низу почти вот что мы получили в итоге вот такую текстуру давайте ее немного подредактируем сделаем мы это при помощи параметра wave height и wave width увеличиваем значение данного параметра примерно до ну пускай будет 30 а wave width мы уменьшаем пускай будет 27 28 я думаю этого будет достаточно пускай будет 30 так как вы видите здесь есть вот такие вот небольшие искажения верхней и нижней части кадра но от них мы избавимся чуточку попозже сейчас давайте выделим два этих сплошных слоя и поместим их в отдельную композицию при помощи команды precompose нажимаем сочетание клавиш control shift c назовем эту композицию noise нажимаем ok и сейчас если мы пробежимся по нашей композиции мы увидим небольшие колебания небольшую анимацию этого шума это нам не нужно поэтому давайте из этой анимированной композиции получим просто статичное изображение я думаю вы прекрасно знаете как это можно сделать мы просто кликаем правой кнопкой мыши по этой композиции идем time freeze frame то есть таким образом мы создаем замораживаем время и создаем стоп кадр теперь здесь никакой анимации мы не увидим также давайте выделим эту композицию нажмем клавишу s и немного увеличим масштаб таким образом чтобы вот эти искажения ушли за границы кадра отлично далее давайте я кликну по кнопке to go switch mode чтобы у меня здесь появился столбец мод и напротив композиции noise выберем режим наложения overlay так вот что мы получили в итоге шум очень сильный поэтому мы выделяем эту композицию нажимаем клавишу t чтобы появился параметр opacity и уменьшаем значение данного параметра примерно до 30 35 процентов и так вот что у нас было до применения этого шума и вот что мы получили после конечно же результат стал намного реалистичнее ну что ж дорогие друзья мы с вами уверенно близимся к финалу и для завершения создания данного вязаного эффекта давайте создадим еще один корректирующий слой и в первую очередь применим к нему эффект unsharp mask вот он берем его перекидываем сюда и при помощи него мы сделаем нашу текстуру немножечко более четкой во первых давайте уменьшим значение параметра amount примерно до 20 и увеличим радиус очень сильно выставим здесь значение в районе 415 единиц так вот что у нас было до и вот что мы получили после цвета стали чуть насыщеннее и композиция стала немножечко более четкой и резкой далее давайте применим эффект glow glow вот он перетаскиваем его сюда мы получили очень сильное свечение давайте во-первых повысим порог до 66 процентов glow radius давайте увеличим до 100 ну а так glow threshold glow threshold здесь мы должны выставить значение в 66 процентов glow radius выставляем 100 и конечно же нам нужно уменьшить интенсивность то есть уменьшаем значение параметра glow intensity примерно до значения 0,2 либо 0,3 и вот такой результат мы получили в итоге вот что было до вот что получили после легкое свечение нашего логотипа давайте я закрою параметры этих эффектов и в заключении мы воспользуемся последним эффектом который называется cc spot light данный эффект имитирует у нас воздействие такого источника света здесь у данного эффекта есть два управляющих маркера вот первый и вот второй давайте верхний маркер расположим примерно здесь этот маркер расположен примерно здесь и теперь нам нужно настроить данные параметры таким образом чтобы создать такую небольшую виньетку такой светящийся ореол вокруг нашего логотипа во-первых давайте я увеличу значение параметра edge softness чтобы вот эти края были мягкими вставляю здесь значение в сто процентов теперь увеличиваю значение параметра high и пускай будет примерно 66 и теперь можно увеличить значение параметра con angle вот что то подобное мы получили и теперь давайте уменьшим интенсивность до 20 единиц отлично вот что у нас было да и вот что мы получили после ну что ж дорогие друзья на этом в принципе все наш наша вязаная композиция готова в заключении хотелось бы отметить что если вы хотите сделать вашу композицию интереснее то вы можете взять все эти слои поместить их в отдельную композицию при помощи команды precompose создать камеру настроить для камеры функцию depth of field то есть размытие всего того что находится вне фокуса и получить вот такой вот результат который я вам показывал в самом начале этого урока и при этом конечно же не забывайте что вы всегда можете вернуться в первоначальную композицию которая у нас называется base здесь например давайте отключим вот эту анимацию возьмем инструмент горизонтал тайптул напишем какой-нибудь текст давайте я расположу этот текст по центру при помощи панели и line также у меня здесь заготовлена вот такая вот очень красивая снежинка кидаем ее сюда располагаем примерно вот здесь ну и конечно же выделяем оба этих слоя и помещаем их под корректирующий слой возвращаемся в финальную композицию и вот такой результат мы получаем в итоге все выглядит очень круто и очень эффектно ну что ж дорогие друзья на этом наш урок подошел к концу в завершении хотелось бы еще раз от всей души поздравить вас с наступающим новым годом наша команда уходит в небольшой отпуск но это не значит что мы будем сидеть без дела это скорее значит что мы больше сконцентрируемся над работой над нашим новым курсом super after effects 2 который выйдет уже совсем скоро в конце я хотелось бы еще раз вам напомнить чтобы вы почаще заходили на наш сайт videosmile.ru ну и конечно же обратите внимание на наши курсы это super motion и super premiere pro на этом все с вами был артем лукьянов я желаю вам всего самого доброго и до скорой встречи пока пока пока